девочки всем привет сегодня я к вам с новым видео и в сегодняшнем видео мы с вами будем выполнять макияж в технике hello eye и если вам такой макияж интересен то оставайтесь со мной потому что мы как всегда без долгих разговоров начинаем поехали итак сегодня мы будем начинать с палетки анастасия беверли-хиллз палетка называется нарвина и первый оттенок который я буду брать оттенок под названием incense наношу его полностью в складку огромной пушистой кистью наношу достаточно размашистая и далее естественно растушевываю как несложно заметить на веках у меня прикреплен скотч потому что я не знала до конца что я хочу делать не знала до конца будут стрелки и понят поэтому на всякий случай прицепила скотч и в итоге он мне кстати пригодился так следующий оттенок следующий что я добавляю на веки оттенок под названием eccentric из этой же палетки и в принципе все что касается сегодняшнего макияжа глаз я буду использовать только одну палетку только нарвину этот оттенок eccentric я наношу уже чуть чуть пониже кисть беру чуть более детальную и после того как я его растушевала немножечко вниз я наношу его с обоих боков то есть во внешний и во внутренний уголок сосредотачиваю его там заслаиваю его дату интенсивности которая мне нужна два-три раза где-то я кисть палетку опускала далее самый темный оттенок из палетки на совсем маленькую кисть набираю оттенок у нас называется пэшн использую кисть карандаш и наношу его опять-таки в уголочке в оба уголочка внутренний и внешний сосредотачиваю его непосредственно там и естественно соединяем посередине но стараюсь не нажимать на кисть совсем когда соединяем я не виду внешний внутренний уголок когда соединяю стараюсь не нажимать совсем на кисть и далее чистой пушистой кистью я еще больше подтушевываю все вверх делаю все то же самое и с другой стороны дальше девочки на маленькую тоненькую кисть из маникюрного набора набираю консилер любая база светлая все что у вас есть подойдет и этой маленькой детальной кистью начинаю делать тот самый хейло про который я вам говорила в начале видео аккуратненько наношу консилер на середину чуть-чуть над своим веком потому что у меня подвисает конкретно мой века поэтому стараюсь чуть-чуть его поднять вверх для того чтобы весь мой труд был виден еще одна маленькая кисть и следующий оттенок из палетки оттенок под названием джимы наношу его посередине раньше всегда начиналось более темного оттенка когда делала макияжа в этой технике теперь мне нравится начинать серединке то есть самого светлого оттенка с такого блика поэтому этот оттенок наношу посередине еще одной маленькой кистью опять-таки наслаиваю этот оттенок до той интенсивности которая мне по итогу понравится и подойдет но заметьте что все шиммерные оттенки которые я использовала я использую сухим способом то есть кисть я не вспрыскивала не спрей финишем необычной водой и естественно это анастасия естественно здесь пигментация классная но также хочу отметить что оттенки даже при сухом нанесении совсем не спались поэтому меня это очередной раз порадовала следующий оттенок оттенок под названием самору буду наносить в стык между матовым и шиммерным оттенком опять-таки буду его наслаивать и на шиммерный оттенок и на матовый оттенок и распределять для того чтобы утушевка границы смотрелись более плавными на это я потратила конкретное количество времени несколько минут с этим проводилась но от этого стоило потому что градиент по итогу получился очень мягкий очень плавный кстати пересматриваю сейчас это видео и понимаю что кисти практически все кисти которые я использовала у меня из одного и того же набора это набор натуральных кистей бейли которые я заказывала с алиэкспресс поэтому если вам будет интересно то ссылочку и также оставлю внизу алиэкспресс следующий оттенок опять-таки самый темный оттенок из палетки оттенок под названием passion маленькая кисть карандаш наношу его все в те же уголочки чуть-чуть растушевываю его с шиммерным темным оттенком под названием summer и возвращаю просто его интенсивность потому что она немножко потерялась и с тушевкой и с нанесением шиммерных оттенков и далее опять-таки простой пушистой кистью растушевываю все немножечко вверх и я также буду использовать такой лайфхак такой трюк совсем маленькую кисть которую чаще используют для нанесения лайнера с помощью этой кисти я еще немножко наберу оттенка под названием passion и свое хайло проработаю сверху и тогда еще более ярко и выразительно вот этот эффект будет смотреться всегда так делаю когда выполняем макияж в этой технике поэтому если о таком не слышали том это действительно помогает и гораздо выразительный макияж смотрится дальше приступаю к тому что снимаю свой скотч и естественно благодаря тому что получилась такая ровная четкая линия гораздо проще мне было наносить подводку подводку я использовала нашу белорусскую от производителя ари луи называется она диа айс это шоколадный коричневый оттенок с помощью этой подводки делаю стрелочку и подвожу линию роста ресниц возвращаюсь к палетке оттенок под названием eccentric наношу его на нижнее веко маленькой своей кистью естественно я ее предварительно очистила и дальше буду потушевывать все вниз с помощью большой пушистой кисти сосредотачиваю этот оттенок естественно больше во внешнем уголочке и чуть-чуть также заношу ближе к внутреннему на этом мой макияж глаз готов я прикрепила накладные реснички самые естественные которые нашла и будем переходить к макияжу лица для этого буду использовать сияющую тональную основу тональную основу которая придает нам glow то есть некое сияние это беленда польский бренд и это третий оттенок наношу сначала с помощью обычной плоской кисти и далее буду распределять бьюти спонжиком оттенок очень сильно окисляется я думаю это будет заметно ближе к раздушевке раньше мне казалось что не окисляется на мне эта тональная основа но теперь вот я пересматриваю видео монтирую и понимаю что окисляется очень сильно этот тон но все это мы подправим скорректируем с помощью светлого консилера от мэйбелин это fit me и это самый светлый оттенок буду наносить его немножко больше чем обычно потому что тон будет продолжать в течение видео на мне окисляться поэтому немного его скорректирую консилером консилер распределяю все тем же бьюти спонжем заказывала его на wildberries опять-таки все ссылочки и со всеми номерами названиями будут внизу далее весь макияж и также зоны под глазами все буду припудривать с помощью сияющей пудры от производителя relui это третий оттенок самый темный оттенок пудры но он совсем не темно смотрится на мне он не делает более темной тональной основы но при этом макияж классно достойно фиксирует и еще дополнительное сияние кожи придает очень мелкая пудра самая моя любимая белорусская пудра сто раз вам про это говорила поэтому не будем долго останавливаться потому что уже пора переходить бронзеру бронзер на этот раз от производителя вот он wild бронзер наношу самые привычные для этого места на щечки на лоб также немножко на подбородок и на линию роста волос бронзер очень тепленький очень и рыженький поэтому немножечко решила скорректировать а мой макияж с помощью контуринга это у нас скульптор от relui он в единственном универсальном оттенке выпускается он очень серый и он сбалансировал так скажем очень тепленький макияж и далее приступаем к румянам румяна у меня от производителя белор дизайн это их новинка называется румяна velvet touch румяна еще один продукт который имеет легкое освещение в себе легкий подсвечивающий эффект поэтому хайлайтера буду наносить совсем мало это у меня покалюр и это самый первый светлый оттенок для начала маленькой кистью наношу его в уголочке высветляю уголочки и далее с помощью такой большой пушистой кисти из фикс прайс наношу его на скулы но на нашу прям совсем чуть-чуть и последнее что мне осталось оформить это губы для начала беру карандаш обычный деревянный карандаш для губ от relui это 19 оттенок очень светлый очень красивый и а сверху наношу полупрозрачный блеск от производителя реверс и называется он шайн даймонд оттенок и 5 и девочки вот что у меня сегодня получилось вот такой макияж техники хейла надеюсь что он вам понравился если да то он не забудьте подписаться на мой канал жду ваши комментарии и по традиции желаю вам отличного дня чудесного настроения скоро увидимся в новом видео всем пока пока до новых встреч до новых встреч и